Привет, мои любимые красотки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами FixPrice. Покажу вам свои покупки, покажу много крутых новинок, которые появились в FixPrice. И, как всегда, если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. FixPrice появилось много новинок, такой бьюти-тематики, поэтому сегодня их будет абсолютное большинство. И первое, что я хочу вам показать, это вот такой органайзер для косметики, который я купила в FixPrice. Стоил он 149 рублей, я пока не сняла с него наклейку. Очень мне нравится. Здесь три больших отсека и также три маленьких отсека. Очень круто. До этого кисти у меня стояли в разных стаканчиках. И знаете, когда стоят они в стаканчиках, либо в отдельных органайзерах, это занимает много места. Этот органайзер экономит пространство. Например, сюда вы можете поставить карандаши, как я сейчас поставила, посередине кисти. Здесь какие-то туши. Опять же, в маленькие отсеки можно положить какие-то спонжики. Смотрится он нереально круто, и я очень-очень довольна. Конечно, все мои кисти сюда не поместились, поэтому я думаю, что, наверное, куплю еще один органайзер FixPrice. Ну и вообще, 149 рублей для такого органайзера это совсем недорого, потому что, например, если вы подобное будете заказывать с Алиэкспресс, то там такой органайзер можно найти рублей за 500, за 600. Следующий товар, который я вам покажу тоже на бьюти-тему, это спонжики. Недавно на моем канале выходило видео с тестированием косметики из FixPrice. Если вы не смотрели это видео, то ссылку на него я оставлю в описании. И в том видео мы с вами тестировали вот такой набор спонжиков. Вернее, не набор, а один спонжик. Я купила набор, который стоил 99 рублей из трех маленьких спонжиков разных форм. Один вот такой прикольный, другой в форме спонжика Rio Techniques и третий в форме бьюти-блендера. И там, в том видео мы с вами выяснили, что спонжики-то увеличиваются на самом деле в соприкосновении с водой, то есть он становится больше. И изначально спонжик кажется таким дубовеньким, но когда вы его мочите, он становится более мягким. Он как бы упругий, но при этом мягкий. Неплохо растушевывает и для своей цены. То есть один спонжик 33 рубля, мне кажется, что это опять же находка. Советую их покупать, да, они плохие для своей цены точно. И в принципе вот с помощью такого спонжика можно будет сделать такую детальную растушевку, например, в уголках глаз. Для тональной основы и других кремовых текстур тоже очень мне нравится. Еще одна новинка, которую я нашла в FixPrice, это была вот такая губка для умывания. Опять же ее попробовала, поэтому упаковку я выбросила. Эта губка для умывания стоила 77 рублей. Она такая пористая. И здесь у нас как такой карманчик, например, вы сюда можете вставить пальцем, и чтобы вам было удобно умываться. На самом деле после, наверное, двух-трех применений она мне немножко начала рваться. Но, закроем на это глаза, в целом губка для умывания мне тоже очень нравится. Она мягкая и она тоже увеличивается в соприкосновении с водой, становится более мягкой. Даже не для умывания, а для того, чтобы, например, стирать какие-то маски. Очень круто, потому что, когда я стираю маски ватными дисками, я перевожу просто гору ватных дисков. Получается неэкономично. Ну и умываться, в принципе, такими губками тоже очень комфортно. Мне она понравилась. Тоже с огромным удовольствием буду ей пользоваться. Следующее, что я вам покажу, это несколько косметических товаров. Опять же, два товара, которые мы с вами тестировали недавно в видео. Это вот такие патчи для глаз. Я вам там рассказывала, что знакомая посоветовала мне попробовать патчи из Fixed Price. Но я не знала, какие именно патчи ей понравились. Поэтому я купила две упаковки патчи. Одну упаковку за 99 рублей и другую за 199. Вот эта упаковка за 99, она произведена в России. И бренд здесь Floresan. Патчи гидрогелевые. Они такие прикольные. И мне понравился результат от этих патчей. Точно так же, как и вот от этих. Но здесь, знаете, патчи совсем другие. Я сейчас вам покажу, как они выглядят. Это вот такие тканевые патчи. С одной стороны они тканевые, а с другой стороны они тоже гидрогелевые. То есть глазкам вы прикладываете их именно гидрогелевой стороной. Они так не текут, не сползают по лицу. И тоже от них получается прикольный эффект, который мне понравился. В упаковке у нас 5 пар. Эти патчи от отечности. Патчи за 99 рублей для увлажнения. Но эффект, по-моему, был абсолютно одинаковый. Продолжу тестировать эти патчи. Следующее, что я вам покажу, это товар для животных, который стоил 55 рублей. Это такой маячок световой, который можно прикрепить на ошейник. Тёма, иди сюда. Вот он мой сонный зайчик, для которого я купила этот маячок. Скоро у нас начнется активный сезон гуляния. И поэтому собачка у меня маленькая, всего 3 килограмма. И чтобы не потерять его в темноте, я решила, что прикольно будет использовать вот такой световой маячок. Я, кстати, реально видела такие маячки на других собаках. То есть собачка маленькая, в темноте ничего не видно, но за счет вот этого маячка собачка, получается, обнаруживается. И вы свою собаченьку миленькую не потеряете. Кстати, зоотовары я также покупала в фикс прайс. Мне очень нравятся. Я покупала миски, покупала лазер, который вызывает просто безудержное веселье у моей собаки. На самом деле присматривайтесь. Они, конечно, редко обновляются, там зоотовары. Но они реально прикольные, очень даже достойные. Да, Тёма, тебе нравится световой маячок? Мы тебе его на шлейку наденем и тебя теперь точно не потеряем. Следующее, что я вам покажу, следующий товар, это вот такой футляр для спонжика. У меня уже есть подставка для спонжика, которую я заказывала на Алиэкспресс. Вот такая подставочка. То есть этот спонжик, конечно, маловат для стандартного спонжика. Вы сюда опускаете спонжик, чтобы спонжик нигде не валялся, не пачкался. Очень удобно. А в фикс прайсе за 77 рублей производитель нам предлагает вот такой футляр. Здесь поворачивается дверца. Вы сюда, опять же, вкладываете свой спонжик. И он лежит в чистоте, в целости и сохранности. Опять же, такой футляр можно брать, например, с собой в путешествие. По-моему, очень прикольно. Футляр зачем-то здесь с дырочками, с капельками с какими-то. То есть, наверное, для того, чтобы спонжик дышал. Но тоже мне понравился. Мне кажется, что такой милый, прикольный товар. Из товаров для дома, товаров для кухни. В этот раз я купила только один товар. И это была вот такая мельничка, которая стоила 99 рублей. Такие мельницы, они раньше уже продавались в фикс прайс, потом они пропали. Эти мельницы мне очень нравятся. То есть, вы покупаете какие-то специи, будь то там черный перец, соль. Можете делать разный микс специй. И здесь прикольная мельница, которая все это перемалывает для того, чтобы, например, добавлять что-то в салаты, делать какие-то интересные заправки. Объем мельницы не написан, но на самом деле, я повторюсь, у меня такие мельницы уже есть. И туда усыпается очень-очень много приправ. Я люблю посуду, люблю товары для кухни из фикс прайс. Часто их там покупаю. Но в этот раз, к сожалению, новинок было очень мало. Я решила попробовать и купила в фикс прайс вот такую зубную пасту, которая стоила 149 рублей. И это корейская зубная паста. Она реально произведена в Корее. Зубная паста для ежедневного ухода за полостью рта со вкусом ледяной мяты. Если вы уже покупали в фикс прайс такую зубную пасту, то делитесь, конечно же, своими впечатлениями в комментариях. Вот так выглядит сама зубная паста внутри. И какой же здесь объем? Объем 120 грамм. То есть достаточно большая туба. Следующее, что я купила, это вот такой крем для рук от бренда Etude Organics. У меня уже есть такой крем для рук миндальный маффин. И я решила купить клубнику со сливками. Недавно была в гипермаркете своего города в Глобусе. И там был стенд распродажи. Акция просто налетая подешевела. Выносите все с полок. Такой крем для рук стоял за 159 рублей. И это якобы была акция. В фикс прайс эти кремчики всегда стоят 99 рублей. Я на них видела много положительных отзывов. И опять же, крем, который у меня есть, миндальный маффин, очень мне нравится. Давайте посмотрим, какой аромат у этого крема и какая у него текстура. Написано, что этот крем питательный. И он для рук и ногтей. Ну да, текстура здесь тоже очень легкая. И он пахнет очень круто клубникой. Вы знаете, наверное, даже не свежей клубникой, а клубничным вареньем. При всем при этом аромату этого крема не такой яркий, навязчивый и притерный, а очень деликатный и очень нежный. Безумно мне нравится. Буду с огромным удовольствием пользоваться этим кремчиком. Кстати, объем у крема немножко нестандартный. И 45 мл. Следующее, что я купила в фикс прайс, это была вот такая расческа. Здесь сзади нарисованы милые пчелки. И расческа стоила, кстати, недешево, 149 рублей. Но я подумала, что, возможно, эта расческа окажется хорошей. И решила ее попробовать. Была в магазине моего города желтая расческа и такая же розовая расческа, у которой сзади были нарисованы какие-то цветочки. Но я подумала, что пришла весна, хочется такого, знаете, чего-то солнечного, желтенького. У меня уже есть расчески из фикс прайс, которые мне очень нравятся. Это расчески, которые по форме напоминают расчески Tangle Teaser. Но я вам уже говорила, что у меня волосы сами по себе от природы не очень густые, поэтому те расчески мне подходят. Но если у вас густые волосы, копна, если природа вас не обделила и вам очень повезло, то те расчески могут вам не подойти, потому что, в принципе, они как бы гладят и могут плохо прочесывать. Но мне они очень подходят, они реально хорошо распутывают волосы. И теперь я буду пользоваться этой массажкой, буду ее пробовать. Также я в фикс прайс купила вот такие прикольные наклейки. Наклейки, по-моему, стоили 55 рублей или 77. Сейчас, если честно, точно не помню. Здесь сзади нарисованы варианты, куда их можно приклеить. Например, на ежедневники, блокноты, на телефон, на ноутбук, либо же даже на кружки. Обязательно пристрою их. Я люблю обклеивать свой ноутбук наклейками, причем всегда разными. То есть у меня меняется настроение. Я снимаю старые наклейки, надеваю новые. А здесь такие наклейки с тематикой Парижа. То есть здесь есть багеты какие-то, француженка. Очень круто, очень мило и по-девчачьему. И товар, который я вам покажу, это тоже новинка из фикс прайс. В фикс прайс появилась вот такая скраб-маска для кожи головы Сакура. Давайте прочитаем, что же это такое. Японские секреты красоты для ваших волос. И производитель нам советует, что для максимального результата нам нужно использовать четырехступенчатую систему для ухода за волосами. Но когда я покупала, я не знала, поэтому будем использовать этот продукт самостоятельно. Объем 200 мл. Продукт с носиком. Написано, что удобно и легко наносить, и легко также смывать. Давайте немножко выдавим. Здесь такой продукт, знаете, гелевой консистенции. Вообще скрабы для кожи головы нужно использовать так же, как и шампуни глубокой очистки. То есть с помощью скрабов вы как бы пробуждаете луковицы, вы убираете лишний какой-то уход, который был на коже вашей головы. Именно какие-то, возможно, масла, силикона. И как бы волосы начинают расти быстрее. Давайте вернемся к этому скрабу, посмотрим. Гелевая консистенция, скрабирующие частички очень мелкие. И вы знаете, их на самом деле очень-очень мало. То есть, наверное, одна частичка на сантиметр геля. Я не знаю, насколько хорошо будет этот скраб скрабировать кожу головы. Он будет очень деликатно работать. И я бы вообще подумала, что это скраб для лица. Сомневаюсь, честно говоря, что он подойдет для кожи головы. Все-таки, мне кажется, для волос, для волосистой части головы нужна большая интенсивность. Но в любом случае попробую. По первому впечатлению, к сожалению, он меня не впечатлил. Такой, по-моему, немножко сомнительный продукт. И еще покупки в FixPrice, которые немножко нетипичные для моего канала. Но мне кажется, что они прикольные. Поэтому я их купила. В общем, в FixPrice я купила вот такие кустарники. Это желтая малина, золотые купола. И также смородина красная, которая называется Уральская красавица. Каждый из кустарников стоил 99 рублей. Мне кажется, что это прекрасная цена. Потому что, например, в прошлом году красную малину, не желтую, я покупала за 350 рублей. И не могу сказать, что саженец выглядел как-то лучше, чем этот. А смородина у меня вообще с листочком. Поэтому очень довольна. Высажу их на участок. И надеюсь, что у меня вырастут большие и прекрасные кустарники. И на этом все, мои красотки. Я показала вам свои покупки из магазина FixPrice. Как всегда, пишите в комментариях, что из этого вы видели в FixPrice. Что пробовали, что не пробовали. Что вам понравилось, что не понравилось. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok